Сейчас у меня звукорежиссер наугарается, и я продолжу. Друзья, всем привет! Сегодня у меня две приятные новости. Первая — это то, что я сделала себе новую стрижку. А вторая приятная новость — это я сегодня вам расскажу про уникальную возможность, откуда можно брать картинки для ваших презентаций и веб-сайтов. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда нам ну просто нужна какая-то крутая картинка для нашей презентации или веб-сайта. И мы такие спрашиваем, откуда же нам их взять? Конечно, бывают бесплатные источники для поиска картинок, фотографий, разных там видео, и платные источники для супер прошаренных Ultimate пользователей. Но я начну, конечно, с бесплатных, потому что бесплатных их очень много, ими пользуется практически 95% людей, и бесплатные — это не значит, что плохи по качеству. В бесплатных очень много хороших источников. И первый ресурс, кстати, которым я чаще всего пользуюсь, — это ресурс Unsplash. Англоязычный, очень крутой ресурс, на котором находится порядка двух миллионов картинок. Просто представьте себе, сколько там картинок. Это очень много, и причем они все качественные. Вы их скачиваете реально в супер, не знаю, шикарном формате, от 3000 пикселей на 5000. Мне, кстати, он очень помогает в моей работе в институте, когда я делаю разного рода презентации для студентов, для абитуриентов и других пользователей. Второй гениальный источник — это Pixabay. Очень грамотно, кстати, разделены на этом источнике фотографии по категориям. Очень легко их на самом деле найти. Перед тем, как скачать фотографии, вам предлагают зарегистрироваться. Спокойно это делайте, спам вам не приходит никакой на почту, если вы сами того не хотите, не нажмете на галочку. Третий источник называется Pexels. Огромный, просто невероятно огромный источник с большой базой как векторных, так и растровых изображений. Очень удобный поиск, тоже всем советую. Еще один источник — Life of Pix. Простите, я просто угораю с того, что они везде используют вот этот вот корень Pix, пиксель. Очень смешно, гениально просто. Маркетинг, уровень бог. В общем, это тоже не менее крутая платформа, очень креативно сделана. Авторы и зарегистрированные пользователи, они могут сами создавать подборки и подписываться друг на другу. Очень удобно. Сайт преимущественно подстроен под английскую версию, поэтому на русском вообще нет смысла что-то набирать и искать. Но зато очень удобно разбито по категориям. Следующая коллекция называется New Old Stock. Очень крутая коллекция старых ретро-фотографий, основанная на базе Tumblr. И, кстати, тут стоит упомянуть тоже про Tumblr. Я часто там ищу фотографии, просто вбивая, например, какую-то категорию фотографий и реально вбивая Tumblr. И у меня автоматически даже в том же Google появляются очень красивые атмосферные фотографии, причем они без какой-либо лицензии, просто спокойно берите и не парьтесь. Источник Morgfile тоже не менее круто, регистрация не нужна, просто скачивайте абсолютно бесплатно фотографии. Еще один сайт, который мне показался максимально креативным, называется Gritisography. Посмотрите просто, насколько он круто сделан, просто нереально стильно, клево, в отличие от предыдущих источников. И очень красивые и креативные фотографии на нем размещены. Еще один классный источник называется Flickr, вы тоже про него, наверное, все знаете. Мне он тоже нравится, напоминает некоторым образом Unsplash. Тоже очень много классных, красивых фотографий, пейзажиков разных, там природы, вот очень люблю оттуда это скачивать. Была также забавная у меня там ситуация, когда я какое-то время думала, что это просто твой личный блок, на который ты можешь просто выкладывать фотографии, и они просто у тебя там светятся. Но в один прекрасный момент я увидела, как с этого сайта у меня начали просто тыпзить фотографии. И мне это, конечно же, не очень понравилось, потому что я тогда была мало знакома вообще с этой платформой. Это было буквально 4 года назад. И я, конечно, удалила оттуда все фотографии, потому что, ну, не знаю, мне это просто банально не понравилось. Я поняла, что я чувствую себя некомфортно, когда фотографии моих моделей размещены где-то еще, без их собственного тоже какого-то подтверждения или разрешения. И, конечно, самый известный источник, конечно же, фрипик. В названии мы слышим слово free, то есть бесплатно, бесплатно, кто не любит бесплатно. Но также на этом источнике есть и какие-то платные штуки. Они, кстати, очень круты, напоминают мне что-то с Shutterstock'а. Можно найти там хорошие фотографии, но он, конечно, беднее по своим ресурсам, чем остальные какие-то источники, которые я уже упоминала. Но, однако, там очень много хорошей векторной графики. Вот для графических дизайнеров и для тех, кто хочет векторной графике оформить что-то у себя, это будет очень довольно-таки полезно. И сейчас я вам расскажу про самые лучшие источники, с которых можно платно скачать фото, видео и векторную графику. Ну, конечно, кто не знает, в первую очередь, про Shutterstock. На самом деле, это сейчас номер один, откуда можно действительно скачать кучу всего, всего того, что просто ты захочешь. Я не знаю, вплоть от фотографий балерин до каких-нибудь футажей 8 мм зерном. Очень крутой источник. Иногда задирают цены, но я считаю, что это справедливо за ту работу, которую выполняют люди, размещая свой материал на сайте. Еще один очень крутой источник, который мне безумно нравится, называется Getty Images. Наверное, каждый из нас видеофотографик кого-нибудь Оззи Осборна с 70-х годов, и там было подписано что-то вроде Getty Images. Это как раз та платформа, которая размещает в себя фотографии с разных годов, абсолютно разных времен, разных столетий. И причем эти фотографии самые что ни на есть отборные, те, которых вы, возможно, никогда даже в своей жизни не видели. Вот за это я и люблю этот источник. Image Source тоже неплохой источник, откуда можно платно скачать фотографии. И что мне действительно там понравилось, это удобный предпросмотр фотографий, который вы можете посмотреть в большом разрешении. И сейчас такой будет нюанс. Есть такой источник, который называется LORI. LORI это русский источник, откуда можно скачать кучу разных фотографий, в том числе для тех, кто очень давно искал фотографии с русскими пейзажами, с какой-то русской тематикой. Это будет, это просто вот для вас, это идеально для вас. Просто бегите туда и скачивайте самые сочные фотографии русских пейзажей. Ну что я могу сказать? На самом деле платных источников, любимых у меня не так много, как, например, бесплатных. Опять же, мы каждый для себя выбираем, откуда нам скачивать. Не скажу, что чем-то бесплатные ресурсы хуже, чем платные. На самом деле я постоянно смотрю там какие-то очень классные, интересные картинки. Но вы как бы сами для себя должны решить, что когда вы скачиваете ту или иную фотографию, вы должны понимать, что это все-таки фотография чего-то авторства. И, скорее всего, вам придется где-то это подписать. Допустим, если вы делаете какой-то пост, используете эту фотографию в соцсетях, лучше на самом деле подпишите эту фотографию, да, несмотря на то, что там есть ваш уже готовый дизайн. Пожалуйста, просто подпишите, поддержите фотографа. Он старался на самом деле бесплатно для нас всех. Для нас всех дизайнеров, арт-директоров, не знаю, моушн-дизайнеров. Для всех тех, кто просто хочет взять какую-то картинку и сделать из нее что-то клевое. Вы не сделаете хуже ни себе, ни фотографу. Вы сделаете только лучше и, не знаю, сделайте на самом деле максимально френдли этот мир тем, что вы просто банально сделаете подпись. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, что вам была полезна эта информация. Обязательно пользуйтесь этими источниками, подписывайтесь фотографов. Еще раз вам скажу. Всем спасибо, всем пока!